видео помощь вам для того чтобы собраться в направиться свадебную делегацию начнем с того что раньше наши предки ездили пять раз это называлось тавонсал в первый раз ехал один из родственников который мог заприметить девушку мог узнать все о ней какая она работящая какая она гостеприимная какая она умная все это разузнал он вернувшись домой своим родственникам тому или иному молодому человеку которому они собирались взять в жены эту девушку ну то есть они устраивали совет хойер сал это когда едут уже родственники отца дядя со своей женой могут поехать то есть и везут собой только борцы ки и хойер салги с ним одну посуду одну тару водки едут разговаривают они рассказывают о том что есть жених есть такой парень который хотел бы жениться на вашей девушке если они пьют эту водку соглашаются то тогда засылают уже третий раз сваду конечно это очень долгая церемония это длилось конечно не за один месяц не за три не за пять конечно с момента рождения этого ребенка 1 2 100 могли еще пройти в младенчестве ребенка то есть и жениха и невесты когда заключался уже контракт конкретный да уже пятое раз когда приедут гости там сал привозят они мясо вареная полностью барана голова все они должны привести привозят они водку конфеты печенье борцы ки пять наименований из пищи которые употребляли наши предки это считалось стал сал и естественно тому сал это уже считалось полным законченным каким-то действиями именно посвящено обряду сотовства конечно я не могу утверждать что было именно так я рассказываю с тех слов с которого как видел я как у нас старейшие нашего рода проводили все вот эти церемонии все эти обряды конечно в разных местностях разных поселках все бывает по-другому все отличается тем не менее вот сегодня я бы хотел рассказать именно как у нас я видел в своем детстве вот это род мой происходит из талтахан таунжу нырк который называется как нахан это поселок туктун кишни русского района мой род называется кульдахан вот именно в нашем роду я расскажу как проводились свадебные традиции свадебные обряды после того как засватали назначалась дата на то или иное число когда уже договорились о том что хури мачха что в переводе означало что приезжает за невестой у нас допустим у нас везут полностью постельник принадлежность то есть постельный комплект это двуспальный одеяло просто одну подушку и ткань для того чтобы шить наволочку считала что раньше до приезда родных когда приезжают за невестой до этого приезжали приезжала мама невесты и мама жениха и вместе они готовили вот то что они у них будет стоять дома то есть сторона жениха строила юрту кибитку сторона невесты готовил все что будет находиться там внутри единство что кровать обязательно было жениха кровать была жениха и вешался кышик что с калмыцкого переводить переводится полок над кроватью кышик к сожалению конечно кышик в наше время это очень очень большая редкость кто сейчас будет шить то есть шить это не проблема легко шить по образцам можно найти но вот сам ритуал и церемония именно вот этого кышик он был очень длительным в тот момент когда у невесты за неделю за две недели до свадьбы собирали родственников и обмывали именно благословляли где при данной девушке то в это же время на стороне жениха собирались родственники старейшины благословляли их новую юрту потому что юрта уже была должна была стоять и уже должен был натянут быть полок то есть кышик количество со стороны жениха было всегда нечетно до 21 19 то есть вот так а возвращалась чётно сейчас в нашем современном время обязательно чтобы не забыть такие вещи как первое это зенгенерка зенгенерка это то есть весть о том что сваты уже на подъезде мы полностью готовы мы только просим разрешение у хозяев дома чтобы войти то есть начать какие-то свадебные обряды у некоторых говорится о том что должен идти охлачи и второй допустим у нас не имеет значения что не охлачета это однозначно нет и не 2 ну может поехать 2 и какой-то мальчик то есть вот так они едут бутылка водки вообще везут если по-правильному две бутылки раз два человек объединяет свои сердца поэтому везли две бутылки водки борцки конфеты печенье такой небольшой пакет собирается привозят когда проходят в дом некоторые заблуждаются о том что именно в этот момент должны в дом занести цараны дан это не так цараны дан приносится только с делегация вместе со свадьбой и вот когда они дают добро они разрешают они говорят что мы вас ждем что мы готовы тогда они разворачиваются возвращают свои делегации и им сообщают о том что их принимают они могут их встретить у дома которого в котором находится невеста выгружает все подарки которые с собой привезли то есть везли вот первое я сказал о том что это зенгенерка второе это подушка два метра ситцевой ткани иголка нитка это все свое и плюс сопровождение этого обязательно должны варить чай у невесты чай варится полностью из своих продуктов которые везем то есть это молоко соль чай заварка масло конфеты печенье и опять же литр водки две бутылки водки это называется деревья ряха тот день когда выезжает вот первое это зенгенерка второе это подушка вот то что я озвучил и деревья называется да то есть который было благословлять будут именно окроплять водкой это вот именно то что сопровождает подушку и чай до этого обязательно варят барана полностью есть такие рода которые не везут с собой баранью голову то есть если в непраду был какие-то гелюнги приведу пример это малодеревском районе поселка на то есть рот дождь геллингут вот насколько мне известно там они никогда из дома не выносят баране голову то есть дейджи головы они оставляют дома но во всех других случаях конечно же обязательно и раз там говорится что то есть бюкль это целое и баран должен быть полностью сварен и принести дар именно той семье у которого берут девушку оставляет дома язык и нижнюю челюсть голову нельзя разваривать чтобы кости не сильно торчали вот где какие-то есть отверстия можно помазать масло еще на голове на лбу вареной головы делают надрез надрез виде ромбика кто-то делает виде звездочки что-то то есть тем самым что от этого барана берут дейджи то есть малын кишик я считаю что малын кишик действительно для нас самое главное что чтобы не перевел себе скот чтобы вот этот баран который был при на убит ради того чтобы совершить какие-то обрядовые части и чтобы все вышние и духи его вознаградили и благословили поэтому как бы этот это живое существо было выращено своими руками то есть своим своими силами и поэтому нельзя просто так кому-то отдать ну и все то же самого то знаете отклонились немного да когда молоко дают всегда молоко отливает назад то есть дейджи то есть поэтому дейджи нельзя никому никогда выносить из дома тем самым вот у нас в нашей семье соблюдается вот именно свадебная когда быча именно бараньи голова делают небольшой надрез на этот надрез на это место где вырезали эту кожу можно помазать масло потом варе а потом везут живого барана обязательно то количество спиртного которое было договорено на сватовстве собираюсь делегацию конечно сейчас стало модным что отдельно везут беря чудных вы на самом деле испокон веков это было почему он назывался беря чудных вы беря чуд это те женщины те снохи которые готовили это все да на свадьбу именно на стороне невесты помогали все и вот им в знак уважения разрешали из того всего привезенного количества взять то что они хотят традиция была такая но сейчас я не знаю с какой тенденцией так все поменялось такая вот странно немного идет движение каких-то вот находится когда люди ну конечно меня у всех мнение разные каждый по-своему представляет каждый по-своему видит но вот именно хочу сказать о том что беря чудных вы заключался именно в том что эти женщины снохи того рода брали деджис того привезенного и обязательно с вареного барана они брали грудинку грудинку ели только снохи и вот когда сейчас в нынешнее время когда отдельно делают красивую корзину оформляют для беря чуд никогда нельзя забывать о том что туда нужно положить бараньи грудинку выезжая из дома нельзя забыть доктор дэвиль доктор дэвиль это материал сейчас это можно общепринятым уже можно сказать что привозят готовое какое-то изделие то есть который девушка потом может одеть но когда шили когда привозили ткань доктор дэвиль обязательно его нужно встряхнул и также положить на плечо невесте которую забирают в снохи есть разница между правым и левым плечом я считаю я не знаю различия вот именно правым и левым плечом и только субэтническим группам то есть у турвудо на левое женщинам на правое мужчины у деруида уже все дается на правое плечо и мужчинами женщинам то есть в этом нет это только вот как бы территориальные и субэтнические отличия приезжают две женщины главная роль конечно же у имгн она должна руководить всем процессом если охлачение много не справляется это не обязанность второго который едет да хоритах чеболад нахцхэнь а обязанность имгн то есть она старшая почему ее и послали старшей она должна руководить процессом заваркой чая раньше могли подшутить и вот в кипящую воду добавить очень много соли потом естественно нужно было переваривать но так как раньше свадьбы ночевали поэтому как бы было время на вот эти все шутки игры да какие-то чтобы они для того чтобы это было весело сейчас стало модным то что но отправляют да если охлачи муж его жену отправляет имгн если второй нахцхэнь он вторым едет и его же жену отправляет беры это было неправильно раньше снохи только имели право ездить только по отцовской стороне сейчас просто чтобы не обидеть родственнику как бы немножко так современилось а раньше конечно же только со стороны отца вся делегация составлялась только из родственников папы кукна ардаса это обозначает то что право делегация который провожает во время свадьбы это называется кукна ардас юхо а берин тюркен это непосредственно который приезжает через неделю сейчас в наше время приезжает через неделю да мама невесты близкие родственники родной там брат родная сестра вот это называется берин тюркен после этого есть такое обычай как называется тюркшилха это значит уже молодая семья во главе семьи жених тот да допустим молодой человек со своей женой приезжают к родителям невесты приезжают они с подарками приезжают с подарками дарят допустим золотой серьги золотое кольцо отцу золотое серьги маме там да знак того что их дочь живет достатке благополучие все у них хорошо семья в достатке то есть они приезжают отблагодарить родители невесты нет такого различия что прям им нельзя долго сидеть им надо до 12 ночи уехать такого нет раньше все свадьбы они все ночевали то есть они ночевали на следующий день утром они просыпали и со всеми вместе они право заново варили чай и вот тогда провожали ход нор обязательно в дорогу ход нор даже если они уезжают в 11 ночи им нужно сварить свежий чай и преподнести и сказать то что вот вы уезжаете вам на дорогу свежий чай к сожалению этого никто не делает потому что это все происходит действие в ресторанах в ресторане да поэтому как бы а людей знающие эту к сожалению очень мало ход нор просто самое главное напоить в двери на расколе и все они считают что это проводит а то что сварить ним свежий калмыцкий чай на дорогу вот это знак большое уважение делегация со стороны невесты уходив они должны обойти стол где сидит молодая пара по часовой стрелке и преподнести своей девушке дар подарки ну сейчас это допустим сказать деньги да то есть каждый из этих делегатов должен подойти к ней сказать ей хорошие слова чтобы она жила счастливо подарить ей деньги и дальше спуститься вниз и уже тогда они могут смело уходить вот вот это самое главное тоже обряд когда делегация невесты у уходе на улицу за ними следует жених то есть обязательно он должен их провести раньше они могли сесть на машину выехать куда-то за предел то есть если это в сельской местности то они выходили провожали их на дорогу именно сам курган провожает делегацию вот это обязательно сейчас это должно соблюдаться у уца золхука это означает то есть преподнести дар именно вот этот крестец бараньи вареный его преподносят только тем кто приехал к юкнардаса когда они уезжают домой им дорогу дают у уца им дорогу дают у уца и и они должны тер у уца домой довезти сварить там чай вся делегация должна полностью вернуться домой из в тот дом откуда провожали девушку недопустимо что по пути досядет по пути вылезет вот это недопустимо это считается большим грехом этого нельзя делать категорически то же самое что похорон на процессе когда идет никогда нельзя подсаживаться и высаживаться и свадебная это тоже самое почему они очень откликаются перекликаются свадебной похороной девушка считается что она умерла все в ее семье почему делают алтарат вот этот живой баран который был привезен его преподносят жертвоприношение им делают разводят костер и какие-то именно части барана сжигают в этом костре который делается только когда человек умирает и вот вот эти все очень перекликаются и почему невесту раньше из дома выносили на руках потому что считалось что она умерла то есть ее выносили на руках сажали на лошадь и вот так увозили на следующий день давали и новое имя вот вот это вот это все менялась полностью судьба этой девушки то есть поэтому считается то что как якобы девушка умерла в том роду все и поэтому вот эти все обряды очень похожи алтаран делают только когда родится сын когда выходит девушка замуж и когда умирает человек момент вывода невесты из отчего дома девушки начнем с того что есть сначала родители дают испить молоко то есть царан еда потом ей отстригают ногти и волосы которые на затылке то есть это обозначало кишик то счастье то ласку то любовь которую вложили в нее родители она непосредственно должна отблагодарить и это остаться должны дома у родителей опять же кишик это такое кишик идея джо ховер самые основные такие понятия которые никогда нельзя забывать и вот они когда у турводу в девушку выводят из дома выводят из дома накрывать белым платком это только у турводу а у деруидов есть отличие в том что платок повязывать на голову то есть свой платок привозят они халимгар бауат то есть назад то есть покрывает голову молодой снохи можно этого и не делать платок она может повязать только на следующий день когда и поделят косы вот тогда она будет уже обязана носить платок то есть вот такой есть такие есть отличия команда канала за онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением максим цеденов